Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться замечательным рецептом тортика. Чем-то он напоминает фрезье, но по своему составу он намного легче. Ну что ж, давайте будем начинать. Для бисквита нам понадобится 5 яиц, 150 грамм муки, 150 грамм сахара, 80 грамм сливочного масла и щепотка соли. Яйца отправляем на паровую баню в вашу дно миски, ни в коем случае не должно касаться воды. Засыпаем сахар и теперь будем непрерывно помешивать. Нам нужно добиться, чтобы сахар полностью растворится. Как это проверить? Просто протираем яичную смесь между пальчиками. Если вы не чувствуете крупинок сахара, значит ваша смесь полностью готова. Не дожидаясь, пока смесь остынет, ставим взбиваться нашу массу в миксер. Нам нужно добиться хорошей, плотной, пышной белой пены. У меня на это ушло 5 минут, но вы ориентируйтесь на мощность вашего миксера. Вот такая приблизительно у вас должна получиться смесь, хорошо держаться на венчике и быть очень достаточно плотной. За один, как сделала я, самое главное, хорошо размешать, чтобы не было комочков в нашем бисквите, но и конечно, чтобы масса опала как можно меньше. Размешаем нашу смесь, как всегда, по часовой стрелочке, слегка подрагивающими движениями, для того, чтобы распределить муку как можно лучше по нашей смеси. Как только размешали всю муку, вводим наше сливочное масло, топим его в микроволновке и смешиваем с несколькими ложками нашего теста, для того, чтобы нам было удобнее его вмешать и чтобы наша масса опала как можно меньше. Еще раз все хорошо, вымешиваем до полной однородности, выливаем наше тесто в форму 20 сантиметров диаметра и выпекаем при 180 градусах приблизительно 25-30 минут. Готовый бисквит обматываем пищевой пленкой, отправляем в холодильник на 3 часа, для того, чтобы наш бисквит разрезался как можно лучше и меньше крошился. Для крема нам понадобится 100 грамм сливок, 200 грамм шоколада, 20 грамм фисташковой пасты, 5 белков, 300 грамм сахара, 10 грамм желатина и 100 грамм воды. Желатин замешиваем в воде и оставляем для набухания. Сливки разогреваем в микроволновке, либо любым другим способом, заливаем ими шоколад и размешиваем до полного растворения шоколада. Белки взбиваем с сахаром и щепоткой соли приблизительно 15-20 минут, нам нужно добиться хорошей плотной меренги. Вот такая приблизительно у вас должна быть консистенция, меренга должна быть плотной и хорошо держать свою форму. В очень охлажденные сливки с шоколадом добавляем фисташковую пасту и отправляем взбиваться в миксер приблизительно на 5-10 минут. Тут все зависит от вашей мощности. Наша масса должна увеличиться в объеме приблизительно в 2 раза. Вот такая приблизительно у вас она должна быть по консистенции. И теперь постепенно начинаем добавлять наши взбитые белки. Делаем это в несколько этапов для того, чтобы белки как можно меньше опали и наша смесь была как можно более пышной. Я буду делать это в 4 этапа. Мне кажется, это наиболее комфортное вмешивание белков. Но вы смотрите сами, конечно, тут как вам удобнее. И самое главное, еще раз повторяюсь, чтобы наши белки опали как можно меньше. Как только ввели все белки, начинаем вводить наш желатин, который мы предварительно, конечно же, должны растопить в микроволновке. Делайте это крайне аккуратно для того, чтобы смесь, опять же, сильно не опала. Для того, чтобы крем имел более красивый, насыщенный зеленый цвет, добавляю каплю зеленого красителя. Но делать это абсолютно не обязательно. Так что, если не хотите, то можете и не добавлять. Теперь займемся сборкой торта. Бисквит разрезаем на 3 части. Также подготавливаем 500 грамм клубники. Я ее предварительно вымыла, срезала попки и разрезала пополам на ровные части. Торт собираем в кольце с ацетатной пленкой. Каждый слой хорошо пропитываем сиропом, либо компотом. Тут смотрите на ваше усмотрение. Самое главное, чтобы бисквит был хорошо пропитан. И тогда тортик ваш 100% не будет сухим. Крем делим на 2 части. Берем небольшое количество, смазываем бисквит и укладываем нашу клубнику. Таким образом, чтобы она покрывала всю площадь бисквита. После чего выливаем остатки нашей первой части крема. Стараемся хорошо его утрабовать между клубничек, для того, чтобы не было пустот. И накрываем сверху бисквит. При этом бисквит слегка притапливаем, для того, чтобы он хорошо соединился с кремом. Опять пропитываем бисквит. Смазываем его небольшим количеством крема. Укладываем клубнику и опять же заливаем остатками крема. Накрываем сверху бисквитом. Слегка его притапливаем. И конечно же обязательно пропитываем. Если вы хотите покрыть кремом еще и верхушку торта, то я советую вам делать полторы нормы крема. Вот такой в итоге у нас получился тортик. По вкусу он чем-то напоминает фризье, но более нежный и более легкий. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился. И вы поставите мне свои лайки. Также конечно же буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!